Мы 84-й школа с Дурлешт. Школу закрыли, за две недели сказали, что детей переводят. Обещали толком, ничего не обещали. Просто увидели, пришли, увидели бардак. Прославили перед фактом. Вы переходите туда, хотите, не хотите. Без каких-то вопросов, нравится вам этого, не нравится. Детей перевели и соединили два класса, 36 человек. Просто неравно, хотя бы кабинеты были большие. Количество детей в классе очень большое, которое, наверное, не позволяет педагогу просто дать нужные навыки, нужную основу, та, которая закладывается именно в начальной школе. Конечно, мы недовольны. По-моему, это безобразие страшно. Что значит дети втроем сидят? Класс маленький, дышать нечем. Как вообще наши дети могут в таких условиях нормальные получать знания? Я считаю, что это просто вообще возмутительно. Педагог мог позволить себе со всеми позаниматься. А тут просто нечеловеческие условия для ребенка. Я считаю, что это страшно. Я не знаю, что же нам делать. Я просто не знаю, что делать нам и нашим детям. Сегодня 3 сентября, казалось бы, День знаний. Сегодня такой торжественный праздник. Но в то же время мое сердце переполняет и какие-то печальные есть нотки. Потому что я понимаю, что очень тяжело будет работать в этом классе. Потому что я считаю, что обучение в начальной школе, где закладывается основа всех знаний, фундамент всех знаний. И дети должны получать знания. А я знаю, что это будет очень тяжело. Тяжело мне как учителю, тяжело каждому ребенку. Потому что вы видите, наверное, что дети сидят по 3 человека. Не хватает пар, не хватает стульев. Мне легче было добираться в 84-ю школу. Потому что она ближе к моему дому. Я сюда добираюсь на маршрутках или на троллейбусах. Здесь все друзья мои новенькие. Я расстроилась. В этой школе и мой брат учился. Мне очень жаль, что эту школу закрыли. Нам тесно очень. Очень-очень тесно. Когда мы пишем, очень криво. Да, очень получается. На нас кричали. Нам не объяснили, как положено. А просто с нами не давали говорить вообще. Не хотели принять заявление. Потом мы пошли в приемную. С большим трудом нас приняли заявление. И почти практически выгнали. changer. Четов, который, в этот раз, в релочный рецепт, в рецепт, в РФ, в общественное, в рецепт, в ЛИАЦ, рецепт, в рецепт и Молдова, у них были будут другие модификации. Это частная вещь. Но это и учитель. Я не могу жить. Рецепт решению. Рецепт решение, что это выгнал, что ты будешь подобных, чужие люди получать, что это извинято. Это да, но мы собираем учиться в городе, чтобы мы собираемся в городе, чтобы мы собираемся в классе. Лицеул, да, после проекта, это 930 детей. То есть проекта лицеулы, для детей, на момента, это 400 детей. То есть возможности, что они будут, чтобы, по-настоящему, надо смыть бироли. Надо сделать нечто-то, 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 чтобы помочь детей. Субтитры сделал DimaTorzok